Let's end it. Лайк Коин. Передал? Тогда поехали. Итак, Роуринг Китти впервые за почти 4 года появился на ютубе и это стало катастрофой для компании Геймстоп и всего рынка. И мы наблюдали за этим в прямом эфире. Мы внимательно следим за ситуацией на рынке. Торги в этой сессии останавливаются уже в 13 раз за сегодня. Цена акций Геймстоп рухнула на 40% и торги продолжали останавливаться. На данный момент продано около 197 миллионов акций. И опять же, для контекста, в течение последних 30 дней средний объем торгов, даже с учетом последнего увлечения акциями-мемами, составил примерно 61 миллион акций за полный день. Так что да, акции Геймстопа упали более чем на 40% после возвращения Роуринг Китти. Также рушится биткоин. Вкратце, напомню, Роуринг Китти вернулся. Но не совсем так, как все ожидали. Спустя 25 минут после начала прямого эфира он нарядился в бинты и 50 с лишним минут пил пиво, признавая, что у него нет плана игры. В начале сессии он немного рассказал о пиве, которое пьет, и о том, что произойдет с финалом NBA. Но сейчас он не сказал ничего из того, что уже не говорил раньше. Но он выразил главную философию, что директор Геймстоп Райан Коэн – это тот человек, который действительно может все изменить. На самом деле, Роуринг Китти практически не упоминал Геймстоп. Единственное, что он сказал, что глава компании знает, что делает, и что у компании, похоже, есть потенциал. Он также угрожал компании E-Trade, которая хотела запретить ему использовать ее площадку для торгов. Инвесторы посчитали такое поведение несерьезным и забавным. Роуринг Китти, угрожающий брокерам и торговым площадкам, это довольно забавно. И многие были шокированы, что этот образ на стриме совершенно не соответствовал тому образу альфа-самца трейдера, каким он был в 2020 году. Они начали сочинять мемы «Одна неделя в криптовалюте и один год в криптовалюте». Геймстоп – одна из самых привлекательных асимметричных возможностей на сегодняшнем рынке. Правда, я не понимаю, как можно с этим не согласиться. Именно поэтому она занимает первое место в моем портфеле, а также в портфеле доктора Майкла Бьюри. Но исходя из преобладающих настроений, многие считают, что это глупая инвестиция, но все они ошибаются. В 2020 году Геймстоп по-прежнему занимает значительную долю рынка в игровой индустрии. Это единственный крупный розничный магазин, который специализируется на играх. А недавний опрос показал, что более 25% людей покупает новые игры на Геймстопе, и 40% людей покупает там поддержанные игры. План перезагрузки компании позволит увеличить свободный денежный поток в ближайшем будущем. Таким он был в 2020 году, и таким он явился в 2024. Это разочарование инвесторов вылилось в падение рынков. И кстати, Геймстоп сегодня неожиданно объявила о снижении квартальной выручки, что еще больше повлияло на падение рынка. Геймстоп рухнул на 40% и потянул за собой весь рынок. Но если акции компании закроются выше 65 долларов, то Роуринг Китти станет миллиардером. Возможно, Роуринг Китти просто прикалывался над нами, но все же он обвалил и криптовалютный рынок тоже. Биткоин снова упал ниже 70 тысяч долларов, а альткоины упали еще сильнее. Однако, если увеличить масштабы и посмотреть на общую картину цены биткоина, то это навряд ли можно назвать крахом. Биткоин находится в этом диапазоне уже 84 дня, и это второй по продолжительности период консолидации с тех пор, как он отскочил от минимумов медвежьего рынка в районе 15,5 тысяч долларов. Вот здесь. Это просто обычная зона накопления, такая же, как вот здесь, вот здесь и вот здесь. Кроме того, умные деньги продолжают накапливать биткоин. У Блэк Рока теперь 300 тысяч биткоинов на сумму более 20 миллиардов долларов, которые он накопил за неполные 5 месяцев. Спотовые ETF получают позитивные притоки уже на протяжении 18 дней. За два дня, например, приток составил более миллиарда долларов. Опять же, институционалы накапливают несмотря на все потрясения. И мы должны делать то же самое. И что еще интереснее, это то, что некоторые компании начинают повторять за микростратегией и делают биткоин частью своего баланса. Например, Sampler Scientific, которая уже купила биткоины на 58 миллионов долларов, но планирует привлечь 150 миллионов долларов и снова купить. Ну а теперь я хочу поговорить о второй причине, которая опять напугала рынок. И она связана с эскалацией геополитической обстановки. Для тех из вас, кому около 50 лет, эта ситуация напоминает дежавю. Наверняка вы хорошо помните холодную войну. Некоторые из вас даже могли находиться на службе во время холодной войны между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Именно поэтому эта статья, скорее всего, привлечет ваше внимание и будет значить для вас гораздо больше, чем для детей помладше. Например, для миллениалов, которые родились уже после завершения холодной войны. На этот раз уже не Советский Союз, а Россия отправляет флот военных кораблей в Карибский бассейн. Вместе с ними будет и атомная подводная лодка, которая причалит прямо на Кубе. Примерно в 130 километрах от побережья Соединенных Штатов Америки. И хотя Куба говорит, что никакой угрозы для американцев нет, на минуточку в 130 километрах от Флориды будет находиться ядерная подлодка, на которой, возможно, все-таки ядерная бомбочка найдется. Другие корабли будут находиться в Венесуэле, Кубе, по всему Карибскому бассейну, где они будут проводить какие-то тренировки. Кстати говоря, совсем недавно они также были замечены и на западном побережье недалеко от Калифорнии, где проводили учения. Ядерная субмарина на Кубе. Опять же, те из вас, кто вырос в эпоху Холодной войны, знают, какое огромное значение это имеет для всего мира. Это просто безумие, что российский ядерный потенциал будет находиться так близко к Соединенным Штатам Америки. Американские военно-морские силы уже в состоянии тревоги из-за того, что российские военные корабли следуют на задний двор Америки на Кубе. Когда мой отец был ребенком, такое действие неизбежно бы означало начало Третьей мировой войны. Я знаю, что отношения меняются, люди меняются и вообще все меняется, но в том-то и дело. Все изменилось, и американцы изменились. В то время они бы ни за что такое не допустили бы. И рынок сильно напряжен из-за этого. И я тоже. Это буквально ощущается как обратный отсчет до чего-то очень нехорошего. Три минуты до линии карантина. И тогда им понадобится Божья помощь. И нам тоже. Мне жаль, что мы дошли уже и до такого. Снова. Мне очень жаль, что мы не можем жить дружно. Снова. Но таковы факты. И рынок реагирует. Ядерное оружие на Кубе рядом с Америкой. Неужели мы попали во временную петлю? Кроме того, Брикс объявили, что планирует полностью ввести свою новую валюту, обеспеченную золотом, примерно через два с половиной года или около того. С учетом приближающихся выборов США, кто знает, что еще может произойти. Но то, что Брикс выпустит свою новую глобальную валюту, обеспеченную золотом, определенно станет еще одним поводом для Запада начать против них ва**ну. И возможно уже не торговую, и не тарифную, и не санкционную. Итак, мы снова рядом с Третьей Мировой. В моду снова входят фильмы и сериалы о ядерном оружии, Open Gamer, Fallout и так далее. Мы как будто бы вернулись на 50 лет назад. И американские СМИ, кажется, совершенно не обращают на это внимания. И возможно это пустяк. Но это то, на что стоит обратить свое внимание, как я думаю. И готовится еще больше. Знаешь, они уже готовятся. Рекордные покупки золота и серебра, которые взлетают до небес. Невозможные движения в сторону биткоина. Компании уже повторяют за микростратегии и добавляют биткоин в свои балансы. Деньги опять начинают печатать. Банки опять снижают процентные ставки. Бумажные деньги обесценятся еще больше. Когда все эти вещи придут к своей закономерной кульминации. Когда наши бумажные валюты рухнут. Когда инфляция вырастет еще больше. Когда в ноябре начнется хаос на выборах. Когда начнется Третья Мировая. Когда, когда, когда мир будет в хаосе. И единственная упорядоченность здесь это накапливать золото и биткоин. Именно так мы и готовимся к этому хаосу, который нас ожидает. Сейчас не время сидеть сложа руки. Не время ждать, пока что-то произойдет или игнорировать происходящее. Сейчас время готовится. И рынок дает такую возможность. Чем дольше мы будем находиться в стадии накопления, тем сильнее будет движение после ее завершения. И тем больше времени будет для того, чтобы приложить все усилия для того, чтобы накопить как можно больше. В рамках экспериментального портфеля, например, мы смогли накопить уже около 100 монет. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся с тобой в новых видео. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова